всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать новый влог я тут немножечко немножечко отдыхала скажем так ко мне приезжали гости вот ну летом у меня это частое явление и я на самом деле очень люблю когда ко мне приезжают в гости больше чем ходить в гости но я очень устаю от гостей если честно вот поэтому строила себе такой мини отдых можно так выразиться сейчас я ездила на почту получила свою посылку я тут решила в общем как-то давно я уже заказывала от компании баг здрав различные закваски и дело там йогурты и кефир и в общем всякое такое мне в принципе этих заквасок хватает надолго я делаю разные и на самом деле вот мне очень нравится закваски от бага здрав потому что даже не имея там какого-то опыта не имея специальной техники да можно сделать потрясающие йогурты и не только поэтому я решила снова повторить попутно я еще заказала крем для рук и себе маску для лица у них очень классный крем дорог сейчас когда мы занимаемся различными заготовками и огородом и всем остальным для меня общая тема кремов для рук это вообще очень очень актуально тем более что косметика баг здрав является пробиотической да и содержит лизаты бактерий а также у них есть то есть у них упаковка сделана такая вакуумная да вот это вот упаковка в которую не попадают другие всякие различные бактерии и грибки это очень удобно быстренько вот по крайней мере крем для рук мне очень нравится он еще знаете как немножко заживляет кожу заживляет какие-то ранки не образовывается заусенцев у меня вообще когда я использую этот крем для рук мне он очень нравится вот я его заказала повторно также эта косметика не содержится различных парабенов сульфатов консервантов и так далее она натуральная и она обладает таким свойством что она как бы восстанавливает природный баланс кожи и за счет этого кожа становится очень очень хороший и кстати к этой косметике я советую присмотреться девочкам у которых проблемная кожа и периодически есть какие-то высыпания вот у меня они есть и я как раз еще вот маску взяла чтобы избавиться от таких вещей потому что он действительно восстанавливает как бы кожу тем более после загара я вот особо не загорала до девочки кожа у меня потемнело сама в общем в общем как то она мне умудрилась потемнеть бина такой жары хотя сейчас у нас погода очень классная сейчас где-то 20 22 23 вот было 28 такой ветерок периодический дождик и грозы и в общем наша любимая питерская погода самое такое отличное хорошее лето вот так что вам сейчас покажу посылочку которая ко мне пришла ну и дальше будет влог немного обо всем и кстати хочу поделиться с вами промо-кодом со скидкой 15 процентов которые действуют до 31 августа я вам всю информацию о баг здрав оставлю внизу в инфобоксе и там же оставлю вам промо-код которым вы можете воспользоваться дополнительная скидка это очень очень даже здорово я и тоже конечно же воспользовалась вот так что давайте покажу свою посылку начнем с косметики как я уже сказала там есть еще косметика и я вот уже не первый раз беру крем для рук вот этот вот мне очень нравится он вы знаете и вот просто питательный но он реально заживляет ранки вот сейчас период огорода заготовок и все остальное и вот этот крем как раз будет идеально вот видите а нет вот здесь вот указано заживляет и восстанавливает действительно заживляет какие-то ранки небольшие на коже и так далее очень очень классный крем вот этот вот мне нравится и также взяла маску для лица вот такой вот маска вот это вот хоть написано просто мультивитаминная 25 плюс но она хорошо подойдет тем у кого проблемная кожа способствует нормализации микрофлоры действительно укрепляет местный иммунитет питает защищает кожу и так далее действительно вот у кого есть какие-то высыпания или какие-то проблемы подобного рода на коже очень советую вот эту маску но я так как так как заказывала доложила уже себе в заказ масочку вот это потому что она действительно очень классно мне нравится так ну и сами закваски значит давайте покажу заказала вот в принципе ради вот этой закваски я и заказывал очень хочу сделать вот такой греческий йогурт он же получается очень очень такой прям густой как его еще используют как сметану да вот поэтому я заказала здесь у меня пять штучек пять стиков вот в этой коробочке вообще 5 стиков по граммам то есть один стик использую там примерно вообще он идет до 5 литров насколько я помню девочки давайте посмотрим вот один стик от 1 до 5 литров причем неважно сколько вы берете один литр или 5 литров все равно закваска получается очень хорошая я обычно два или три литра молока беру и уже заквас вот у меня здесь как раз 5 стиков и идет инструкция как что делать такие вот стики идут вот как раз греческий йогурт у меня буду делать и сейчас сделаю потом еще осенью сделала очень будет полезно полезно и вкусно мацони вот это но это я уже взяла просто хочу на самом деле попробовать сделать она у меня муж подобные вещи любит любит очень поэтому я обязательно тоже сделала для вити получается густой мацони с приятной кислинкой вот жароутоляющий освежающий в общем у меня муж любит такой я принципе то для мужа для мужа до заказала вот такой вот такой закваску дальше что у меня здесь еще взяла обычный йогурт тоже конечно уже сразу тоже 5 стиков взяла чтобы у меня митя с болгарской палочкой какой-то чтобы меня был очень люблю вот эти йогурты вот так же как здесь с ягодами с вареньем прям люблю так он дальше сыр девочки взяла еще сыр представляете но это мы с мужем хотим попробовать побаловаться скажем так потом открою покажу еще взяла сметану тоже попробовать хочу сделать но это чисто знаете вот чисто попробовать вот как будет может мне понравится я буду на постоянке делать сама сметанку мне кажется класс вот здесь также идет один стик на 1-5 литров сметаны вот хранить холодильнике не более трех суток например знаете можно сделать там хотите сделать сметанник например да и сделать сметанку лидер сметанки с литром молока точнее и здесь у меня еще творог вот хочу попробовать тоже сделать творог кстати вот эту сметану нужно делать по моему по моему сливок и нужно делать в общем я почитаю потом вместе с вами может быть и сделаем да и вот такой вот творог еще но творог вообще и на выпечку просто поесть тоже очень здорово я не 5 стиков сыра взяла а я взяла разные во первых я взяла вот такую вот такую штучку которая козы и называется концентрат микроорганизмов ускоряющий процесс созревания сыров обладает выраженным антагонизмом отношения нежелательной микрофлоры вот видите продлевает сроки годности кисломалочных продуктов я взяла таких три стика вот такие я кстати вот такая вот штука вообще очень классно здесь тоже на общем почитаю здесь тоже по моему идет на большое количество молока можно этот стик разделить и взяла вот такие три сыра здесь у меня полутвердые и мягкие сыры это мне муж хочет сделать попробовать в общем у него тоже видите вот сыр вот такой наподобие моцарелла сулгу не так далее и мягкий рассольный сыр вот в общем муж сказал просто я там спрашивала у мужа когда заказывал он говорит слушай ну возьми сыр я попробую сделать ну в общем мы вместе с ним попробуем сделать и попутно еще вот такую штучку взяла вот так что у меня есть 33 как раз таких вот еще смотрите ложечка есть вот и инструкция это очень здорово так что вот такой вот у меня получился заказ в общем с мужем будем баловаться мы с ним последнее время всякое у меня и вино сам делает и в общем всякое сами делаем так что это тоже нам тоже нам будет отлично в общем вместе с вами что-нибудь сделаем и также напомню вам что промо код все ссылки ссылки на то что я заказала на сам сайт я вам оставлю внизу инфобоксе но я еще раз повторюсь я беру не первый раз и мне очень нравится всегда получается очень хорошие продукты и я ряженку брала как-то йогурты в основном кстати я брала вот эти вот йогурт и получается они нереально вкусные можно и кефир и все что угодно это получается как бы натуральное если у вас еще есть но возможность купить именно вот натуральное молоко только обязательно его нужно прокипятить до чтобы все было чистенько чистенько посуда и так далее и самим сделать вот такие вот молочные продукты они получаются намного намного вкуснее чем покупные но это как всегда все домашние но намного вкуснее так что всем очень советую ссылочки и промо код который действует до 31 августа я оставлю внизу инфобоксе а я девочки еще забыла вам показать что я докупила еще где-то у меня здесь я короче не помню сколько у меня есть килограмм вот такую по 59 рублей помидоры да вот эти сливовидные я их буду вялить у меня тут вяленые помидоры вот это те которые у меня купил муж в ленте они уже практически у меня как бы посохли да практически вот еще немножечко они у меня постоят я их сниму и докупила еще потому что хочу чтобы у меня хотя бы несколько маленьких баночек то есть ведь у меня здесь вот два яруса у меня вот это вот суховей уже ему 100 лет в обед я не зале 10 если не больше и у него короче сломался вот этот регулятор он все время у меня фикачет на полную мощность но не знаю для помидорчиков нормально вот еще докупила вот чеснок новый урожай у меня еще чеснок не готов и я уже говорила у меня поспели томаты в теплице но не в таком количестве чтобы сделать заготовку у меня едят у меня дети просто приходят с куста срывают и едят пусть уж дети наедятся я заготовки сделаю из покупного ничего страшного так вот так вот я их нарезаю выкладываю тоже меня просили показывать там какие заготовки я делаю и поверх я посыпаю вот такой у меня перец это я заказывала сайхер соль с перцем дальше вот такой сухой укроп тоже сайхер я заказывал это не simple organic это какой-то другой у меня был большой пакет я просто пересыпала баночку и вот итальянские травы я сюда именно сухие вот так вот поверх и еще немножечко я добавляю вот так вот сахар потому что иначе они получаются такие кисну кисловатые то то есть буквально немного я еще сверху посыпаю сахаром и тогда они получаются очень вкусные все и ставим им вот чтобы они высохли ну вот практически до такого состояния я оставляю то есть здесь у меня сейчас уже скоро буду убирать будет сушиться вот эта партия и я уже закатаю в баночки вот так вот я делаю вяленые помидоры и делать самим намного намного дешевле чем покупать вяленые помидоры даже и вот из покупных вот таких вот ну в общем да ну правда весна что их нужно много чтобы закатать там много баночки я обычно делаю маленькие в общем сейчас в общем сейчас у меня посушится я вам покажу что буду делать дальше едут девочки на ужин решила приготовить голубцы не у меня тут совсем немножко получилось я это капуста которую вырастила я сама она тут такая ведь и я снимаю сразу свежие листы отсюда вот там фарш со специями с рисом все как обычно все делают вот еще вот у меня кочешок остался потом сделаю салатик сейчас сюда положу заливку поставлю в духовку и будет у меня такие ведь они прям такие зелененькие зелененькие но кочешок маленький потому что это у меня ранняя капуста вот поэтому у меня маленький такой но хорошо когда ранняя капуста да когда она рано поспела можно уже в конце июля начале августа кушать свою капусточку вот она кстати очень вкусно вот вкуснее чем обычно вот так что сейчас будет такой ужин мухи у меня достали честно я уже все обзанавесила ведь у меня стоит этот фумигатор здесь от мух жидкость и все равно они летают может потому что двери открыты не знаю в общем в общем ладно сейчас поставлю духовку ну что я залила вот это у меня обжаренный лук с морковкой из томатной пасты со специями всякими потом добавляю водичку и сейчас буду отправлять в духовку я смотрю обычно там по готовности на 30-40 минут при 180 градусах примерно так и вот такой вот прям вкусно вкусный ужин я очень люблю кстати голубцы и ленивые голубцы и фаршированные перцы и вот такие голубцы обожаю это мое любимое блюдо вот так что отправляем в духовку и такой вкусный овощной ужин у нас сегодня будет она сладкая на десерт скажем так я сделала вот обычную классическую шарлотку где стакан муки стакан сахара 4 яйца до 4 яйца у меня вот и яблоки яблоки у меня тоже свои это как не паданс из белого налива вот но белый налив он же пораньше спеет и принципе они такие но немного недоспелые я бы так назвала вот немножко кисленькие но будет хорошо что классическую такую шарлотку я уже и кстати сто лет не делала поэтому решила сегодня сделать и так как это падансы я решила посыпать сверху немножко сахарной пудры потому что могут быть немножко кисловаты так что это нам к чаю но сегодня чай попьем завтра на завтрак я думаю с удовольствием поедим постояли они меня в итоге 40 минут и вот такая вот красота у меня получилось очень вкусно девочки так что вот такой вот у нас не нужен почти весь с огорода это здорово хочу немножко похвастаться своим урожаем девочки собрала сейчас перцы но мне перцы разные их разных сортов у меня какие-то вот такие наросли вот такие обычные перцы вот эти вот очень вкусные вот и еще такие маленькие у меня где-то тут сейчас вам покажу такие маленькие-маленькие вот такие вот короче такие маленькие-маленькие перчики у меня все разные сорта так что да а это моя стручковая фасоль я ее уже вовсю замораживаю она у меня уже потихонечку отходит, я так понимаю, потому что раньше я за раз много снимала, а сейчас совсем немного. Я ее вот так вот нарезаю и замораживаю, и потом зимой как раз будем кушать. Ну и конечно же огурчики у меня тут. Вот, так что каждый вечер в принципе что-нибудь да собираю. Не знаю, перцы, наверное, будем просто кушать, не буду из них ничего делать, вот, тем более из таких, не знаю даже что с них делать, не знаю, салатик положу. Вот, ну и стручковая фасоль, я уже тут и салаты делала, и запеканки в общем из нее уже тоже наели, сейчас я ее потихонечку замораживаю, но как я сказала, у меня немного ее уже стало, стало немного снимать, так что совсем немножко. Но вот это вот все, девочки, очень приятно. Когда собираешься с своего огорода, супер. Так что я умничка. Тем более, что у меня теплица первый год, так что я прям горжусь собой, честное слово, девочки, похвалите меня. Совсем не похвалишь, никто не похвалит, да? Вот. Ну, сама себя тоже хвалю, да. Так что вот такой вот зеленый урожай. Они мне не должны краснеть, они должны быть зелеными. Вот. Тут вот этот, вот он вообще у меня сам отвалился. Вот такие странные перчики тоже. Ну, такое у меня урожай. Я сажала все на пробу, разные сорта. Я, по-моему, говорила, да, весной. Вот, чтобы посмотреть, что у меня будет лучше расти, что мне больше понравится. Ну, мне больше понравились вот эти перчики. Они прям как болгарские, очень вкусные, сладкие. Вот. Только они у меня не краснеют. Ну, я их так зелеными, короче, срываю. Вот. Так что на следующий год такие же посажу. Вот такие не буду, и маленькие тебе не буду, и мне не понравились. А вот эти прикольные. Правда, не помню, какой сорт. Как всегда. Так что, видите, даже не помещается в миску. Так что я умничка. Ну, что, у меня помидорчики уже подсушились. Вот так вот они выглядят. И, в принципе, они у меня сушатся целый день. Я их уже сейчас буду выкручивать. И перекладывать я их буду. У меня здесь уже порезала чуть-чуть укропа и петрушка. У меня петрушка вот такая кудрявая. Еще взяла, вырос у меня базилик. Правда, маленький такой. Вот 4 листочка базилика. И чеснок. Чеснок можно нарезать. Я буду его выдавливать. Тогда он будет более ароматно. И все будем заливать потом маслом. Баночку я обязательно стерилизую. Масло можно нагреть, можно не нагревать. Я не буду нагревать масло. Просто залью маслом. Не знаю, в каждом рецепте по-разному можно нагреть. Вот. И сейчас вам покажу тоже. Так, вот первый слой. У меня немножко зелени. Фокусируйся, не хочет фокусироваться. Немножко зелени и чеснока выдавила. И теперь буду выкладывать прям плотно-плотно укладывая сюда и чередуя слоями, зеленью, помидорчики. Вот так вот у меня получилось последний слой. У меня прям получилась баночка до самого-самого верха. Последний слой это зелень. Тоже чеснок. Решила немножко нагреть маслом и таким тепленьким маслом залить. Да, все это дело. Подождать, когда остынет и потом убрать в холодильник. Ну что, вот такая вот красота у меня получилась. Я уже закрыла. Масло у меня было чуть тепленькое. Я в прошлом году тоже теплым маслом заливала. Сейчас оно у меня здесь постоит, остынет. Самое главное, масло получается сюда немного. Чем плотнее вы уложите, тем меньше масла уйдет. И вот это масло потом я также использую на салаты. Очень вкусно получается. А сами помидорчики, мой муж их просто на бутерброд ест. Вот. И вот такую вот баночку, просто открытую, потом я храню в холодильнике. И вообще все время я ее храню в холодильнике. Если не хранить в холодильнике, говорят, что можно добавить сюда уксус. Но я уксусные заготовки не очень люблю. Считаю, что достаточно маринованных огурцов. Вот. Поэтому уксус я не кладу, ставлю в холодильник. У меня есть отдельный, скажем так, я его называю технический холодильник, в котором я храню все вот такие вот заготовки без уксуса, потому что кладовки у меня тоже нет. Ну, я имею в виду погреба нет там. Так что вот такая вот красота у нас получается. И будем с удовольствием кушать. И также в этом видео я бы хотела с вами поделиться такими кадрами. Меня неоднократно просили снимать город Санкт-Петербург, если я куда-то выезжаю. И как раз мы на днях с мужем ездили на спектакль Кыся с Дмитрием Нагиевым, который мне безумно понравился. Дмитрий Нагиев, конечно, огромнейший. Я не знаю. Он очень классно играет, мне он очень нравится. И сам спектакль я не снимала из уважения к рядом сидящим со мной зрителям и к самим актерам, тем более просили этого не делать. поэтому сам спектакль к сожалению я не сняла. Была, так скажем, в моменте. Но вот кадры нашего красивого города хочется оставить здесь для тех, кто просил, для тех, кому интересно. Город наш, конечно, очень-очень красивый. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ